Тяо хуми и в нашу великую страну пришла весна. А это значит что? Это значит грязь, говно, лужи и если вы уже достали свои весенние кроссовки, то скорее всего вы их уже испачкали. Именно поэтому мы сегодня на примере данного замечательного вида кроссовок покажу вам, как их вернуть к жизни. Нам поможет в этом, конечно же, чтоб вы думали креп протект. Кто же еще? Ну а чтоб все дело почистить, придется для начала немножко запачкаться. Но для того, чтобы нас не уличили в том, что якобы грязь свежая, для начала мы их немножко запечем. Ну что ж, что мы имеем? Изначально кроссовок выглядит очень печально. К сожалению, кроссовок был не в идеале еще до съемок, так что прямо в магазинное состояние мы его вряд ли вернем, но мне кажется, мне уже вот ставлю под сомнение, что все вот это получится очистить, сейчас мы это проверим. Чтобы вы понимали, насколько кроссовки видавшие виды. Вот. Теперь начинается магия. Ах, свежайший набор крепа. Это, кстати, коллекционочка NBA. Интересно, тряпка какая-то необычная. Да. Тряпочка NBA креп, премиум браш и, конечно же, само чистящее средство. А, чуть не забыл. Это вот, кстати, как бы смешно не было, это корыца, но на самом деле, если у вас его нет, то найти подобную, такую небольшую емкость достаточно сложно, поэтому очень классно, что они кладут его в комплекте. Просто крепко себе часто выкладывают подобное видео и сейчас мы просмотрим, происходит ли так на самом деле или нет. Я уже пытался один раз повторить их рекламный ролик, когда я лопал шар с водой. В принципе, все плюс-минус так и произошло. Наливаем немножечко воды. В принципе, если у вас одна пара кроссовок, хотя здесь, конечно, придется сильно поработать. Много воды не нужно. Открываем. Хорошо. Ой. Бл***ть. Надо, наверное, пойти высморкаться. Крепом у меня будет все пахнуть еще недели, но стоит отметить, что чуть второй раз на это не попался. Запах стал как бабулгам. Раньше он был какой-то такой плюс-минус безвкусный. Окей. Значит, берем щеточку вот так вот на нее. Потом в водичку все это дело вот так вот размешали. В принципе, в процессе ничего сложного нет. Главное, много усилия не прилагать. И следить за тем, чтобы хорошо все вспенивалось. Если пены недостаточно, например, как сейчас, то нужно немножко добавить раствора. Большого усилия прилагать не надо, потому что кроссовок тканый, в принципе, можно его подпортить, но вот эта премиум щеточка, она достаточно мягкая. Так вот аккуратно, круговыми движениями сначала. Я думаю, нет большого разницы, что сначала чистить вверх или низ, но я предпочитаю начинать сверху, потому что нижний вот этот мидсол очищается, в принципе, вообще легче всего. Неплохая, кстати. Идея залетела. Значит, давайте снимем шнурки. Это действительно упростит процесс. И продолжаем. Причем еще стоит отметить, что это достаточно яркий колорвей для изи. То есть это не какие-то серые или черные варианты. И здесь грязь должна впитываться очень хорошо. Но, в принципе, даже после первого прохода щетки уже заметно, что результат есть. Главное, не дать засохнуть составу. Нужно его успеть вовремя стереть с помощью полотенца, которое идет в комплекте. Ну или с помощью любого другого полотенца. Вот, кстати, конечно, подло они кладут белую тряпку. Все время жалко ее пачкать. Но это, кстати, только в коллекции NBA. По-моему, с обычными наборами сейчас идет желтая либо черная. Так, пройдемся разочек по мидсолу, чтобы снять оставшуюся основную крупную грязь. Так, насчет подошвы, я надеюсь, все понимают, что это ни одно средство в мире не очистит, поэтому я даже пытаться не буду. Но мидсол уже выглядит плюс-минус похожим на изначальный. Работаем дальше. Промежуточный результат выглядит вот так вот. Основная вся грязь ушла. Сейчас мы очистим еще вот этот вот шов, зону заднего язычка и приступим к шнуркам. Так, добавим еще немножко чистящего средства и воды. Ну, естественно, пара у вас такая грязная вряд ли будет. И по моему личному опыту, ну, вот одной такой вот прохода по щеточке достаточно на две, три, может быть, даже четыре пары кроссовок, если они у вас легко загрязнены. И, в принципе, кажется, что 100 миллилитров это практически ни о чем, но у меня вот такого вот флакона, я, конечно, пары стараюсь максимально не пашкать, но, в принципе, его хватает, наверное, где-то, ну, я не знаю. Может быть, даже на год, ну, на полгода точно вам одного чистящего средства хватит. Соответственно, чем больше средств вы добавите, тем гуще у вас будет пена и тем лучше будет эффект. Если загрязнение какое-то не сильное, в принципе, может хватить и небольшого количества, но в нашем случае, конечно, чем больше, тем лучше. Ну что ж, на мой взгляд, основные загрязнения с кроссовка ушли, уже, мне кажется, невооруженным взглядом видна разница вот этого кроссовка и вот этого. Для закрепления результата и для того, чтобы вымыть из него теперь все это моющее средство, потому что, естественно, сейчас кроссовок весь пропитан крем протектом и это не очень хорошо, нужно обязательно кроссовки помыть в стиральной машинке с любым, в принципе, стирающим порошком для цветного белья, ну, естественно, там, не с каким-то, наверное, самым дешевым, но любые там капсулы для стиральной машинки, я, по крайней мере, стираю и ничего с вашим кроссовком не будет. Я поначалу тоже переживал, но главное стирать на самом легком режиме, без отжима и с минимальной температурой. Если вы все эти три правила будете соблюдать, то кроссовок у вас точно не испортится. Ну и, кстати, да, секундочку, если у вас есть вот такой вот мешок для обуви, лишним он не будет, чтобы дополнительно защитить вашу пару от барабана и от каких-то там, чтобы шнурки, допустим, не застряли. Кстати, шнурки. В общем, если есть мешок, то, конечно же, советую стирать в нем. Шнурки предварительно замочим в растворе. Ну, давайте их немножечко к щеточке пройдемся, разок. Собственно, протерли их щеточкой, кидаем в кроссовок и отправляем в стиральную машинку на самый легкий режим, без отжима и на самую низкую температуру. Ну что ж, время подвести результаты. Вот наш референсный кроссовок, так сказать, то, от чего мы отталкиваемся, ну и как бы земля ему пухом. А вот красавчик, который только что был очистен с помощью крепа, постиран и высушен. Ну и мне кажется, здесь даже комментировать ничего не надо. Для меня, если честно, реально удивление то, что такой светлый тканевый кроссовок может быть, в принципе, очищен от вот такой вот грязи. Опять же, это сильно гиперболизированная ситуация и, надеюсь, никто до такого состояния свои кроссовки доводить не будет. Но получилось ли у меня повторить рекламный ролик? Думаю, что да. Да, наверное, есть некие потемнения, но опять же, напомню, что проводилось все это, скажем так, не в лабораторных условиях. Кроссовок изначально был не идеальный, не новый. Кроссовок был сильно ношеный и это можно заметить по отцову. Ну и опять же, из вот этого вот в это. Ну что ж, жду ваше мнение по поводу этих двух кроссовок в комментариях. И хочу сказать, что теперь на Аутустоке можно официально купить любое средство Креп Протекта. При заказе кроссовок можете добавить ластик, чистилки, салфетки, а можете и все вместе. Удобно заказали кроссовки, добавили крепы и содержат их всегда в чистоте. Ну что ж, с вами был я, Никита Пасечный. Не доводите свои кроссовки до такого и ухаживайте за ними и пользуйтесь правильными средствами. Всем пока!